добрый день дорогие зрители сегодня я хотел бы вам рассказать о том как можно сделать в принципе более-менее выглядящую под скандинавскую дверь своими руками делая из подручных материалов мне оказались предыдущий хозяев куски фанеры которые я использовал кусок был небольшой примерно метр-полтора в длину и около 40-50 сантиметров в длину и ширину толщина фанеры стандартная где-то около 8 миллиметров 9 10 никаких премудростей нету можно было в принципе взять наверное и доски но доски мне наверное было жалко разрасходовать поэтому я просто нашел кусок фанеры который подошел по размеру дверь я полностью сам не делал я нашел старую дверь такие двери которые были раньше не поклеены пленкой пленку клеили на дверь с имитацией доски внутри получается фанера картон у дверей и соответственно каркас деревянный теперь сама по себе вроде бы добротная хорошая поэтому я решил ее использовать но плюс на толстая и достаточно теплая не как обычные современные двери пустотелы и бесполезные например в леруа мерлен я видел двери в районе 900 рублей которые в принципе можно было использовать но это была фанерная картонно-фанерная дверь и очень тонкая и очень хлипкая а нашу дверь чтобы сломать потребуется приложить усилия но брали мы не с тем что мыслом чтобы ломать а с тем смыслом чтобы она долго служила и было крепкой и надежной поэтому использовал я именно старую дверь которую нашел опять же у себя в сарае осталось метод двери от хозяев предыдущих они использовали как полку сделали на ней хранение там различных вещей также мне еще есть несколько дверей которые думал использовать уже в дом попробовать из них сделать что-то подобное но нужно будет решать вопрос с косяками потому что косяки слишком узкие для этих дверей которые у меня сейчас остались нельзя мне пришла сама по себе я просто смотрел на эту дверь сначала я покрасил обычной краской и думал что же можно с ней сделать такого изначально мысль была и он когда я снял эту клейкую ленту с имитацией под деревом сделать что-то подобное вроде как подшкурить покрасить но когда я начал шкурить у меня пошел большущий расход лент шлифовальных и красиво особо ничего не получалось я думал просто покрытие морилкой в коричневый цвет но ничего не вышло потом решил смешать краску краску и стал мешать коричневой краскам не получилось это которая вышла стала тоже очень когда я стал думать дальше мне пришла идея сделать голову сделать дверь которая будет похоже чем-то на скандинавскую частности мне кажется что у меня в принципе получилось достаточно неплохо сделать скандинавскую дверь и по сути потом можно дверь сделать наверно любому человеку даже можно без этих инструментов которые использовал потому что из самого сложного что наверное здесь может потребуется это электролобзип но и в принципе пилой можно открыть на youtube очень много роликов где показывают какие-то сложные технические исполнения элементы сложные двери для изготовления а эту дверь такую можно купить даже но я не знаю на авито привести к себе и сделать что-то подобное такая дверь будет стоить я думаю достаточно дорого в магазине сама по себе по качеству ну может быть не по исполнению моему но по качеству самой по себе двери отшлифовать также можно руками турбанок тоже в принципе не особо здесь нужно его просто использовал чтобы скруглить края и ускорить процесс работы за то чтобы сделать дверь я потратил где-то наверное около пару часов с учетом шлифования покраски и прочего красил я дверь обычной морилкой здесь нет никаких секретов и также я увидел из лайфхаков который помог мне сэкономить также и на морилке берем обычный кофе разводим покрепче смешиваем с морилкой соотношение примерно один к одному какой-нибудь темной и красим получается хорошая экономия морилки и плюс соответственно цвет тоже остается такой же темный как будто бы ты красишь обычной морилкой морилка это по сути краситель никаких защитных свойств не имеет поэтому сверху кому интересно нужно покрывать лаком я лично так и сделал после того как все покрыло морилкой сверху покрыл еще все лаком потому что двери у нас будут постоянно трогаться руками чтобы они не пачкались не образовались какие-то пятна именно для этого я в принципе покрывал всего лаком сэкономил я по сути наверно только на том что заднюю часть этих плашек я не красил по большому счету это не нужно делать сзади то никто не видит они же прикреплены к самому к самой доске двери поэтому в этом экономия дверью получается я делал без замка там просто есть доводчик который шариковый он за счет силы давления прижимной он может мог бы открываться и в ту и другую сторону но у меня дверь только будет открываться в одну сторону ручки изначально думал сделать деревянные самому тоже но потом я решил что у меня есть пожалуй ручку по которой приходит по цвету к стране основной части дерева и к основной части двери поэтому я решил использовать эту ручку она очень то принципе хорошая одинаково с двух сторон поместилась там стоило только просверлить одно отверстие и вставить ручку и закрутить по большому счету все вот дверь стала кривовато но страны кривовато не того что дверь кривая от того что у нас стенки в доме не очень ровные но дом-то у нас старый и мы пытаемся из него слепить что-нибудь более-менее приличное поэтому делаем из того что есть хотелось бы конечно и потолок и стенки все выровнять но вы не очень получается так по поводу результат того что было изначально можно увидеть на видео то какие у меня обои были до того как я все переклеил перекрасил такой потолок потолок я тоже думал сначала красить краской отдирать и но когда я понял что там будет за сложности с неровности по сниру но когда я понял что там будет неровный потолок я решил что лучше я просто тоже поклею обоями стенки я тоже хотел как-нибудь переделать покрасившие чтобы было старые обои меня не устраивали хотелось сделать беленькое что-то светленькое но принципе наверно это беленькая светленькая мне по итогу и получится двери выглядит немножко странно с одной стороны но на текущий момент я уже все косяки подровнял под правил специально оставлял зазоры чтобы можно было вставить двери и что-то получилось более-менее ровно и в местах где получается дверь примыкает косяку я поставил уплотнитель уплотнитель мне идет по всему периметру двери и получается да уже были здесь у нас достаточно сильные холода в тамбуре было холодно снаружи тепло тамбур я утеплил по периметру минеральной ватой прошелся и зашил все фанеры и поклеил там обои вот в принципе немножко там видно нас ты как у меня есть проклеенная лента также сделал косяк дверей мне кажется получилось вполне себе прилично и достойно поэтому всем кому понравилось видео ставьте лайк пишите свои комментарии или ставьте дизлайк всем пока